Здравствуйте, город из Таравшан. До 2000 года, Уратюби, Уратюби, Уратипа, Тач. Ратипа, город в Сагдийской области Таджикистана, административный центр из Таравшанского района. Расположен на севере Таджикистана, в предгорьях Туркестанского хребта, в 48 километрах от станции Хаваст и в 78 километрах от областного центра. Города Худжанда источник не указан 597 дней. Из Таравшан, второй по величине город Сагдийской области. Население 64 600 человек по оценке на 1 января 2019 года. История из Таравшан, город-музей, древний центр торговли и ремесел, один из древнейших городов Центральной Азии. В 2002 году из Таравшану исполнилось 2500 лет. По письменным источникам и некоторым археологическим данным известно, что в VI-IV веках до н.э. в связи с развитием ремесел и торговли в оседлых среднеазиатских областях наряду с мелкими сельскими поселениями, возникли крупные населенные пункты городского типа. Помимо Самарканда в Средней Азии того периода существовали и другие города. Одним из них был нынешний Истаравшан, а в прошлом Керапаль, Курушкада, названный так по имени основателя персидской державы Кира Куруша, 529-559 годы до н.э. Город был основан в VI веке до н.э. этим архименицким царем, укрепившим поселение тремя рядами стены цитаделию. Керапаль обязан своим происхождением росту ремесленного производства и торговли. К тому времени, когда Александр Македонский завоевал Среднюю Азию, IV век до н.э., Курушкада была уже большим, хорошо укрепленным городом. Во II-VII веках до н.э. на территории Истаравшана располагалось городище Муктепа, место проживания местной аристократии, возводившей тут многочисленные замки со своеобразной, выразительной архитектурой. Об этом свидетельствуют обнаруженные поселения Бунджукат, Калаи Кахкаха и Чельхуджира, имевшие хорошо укрепленные сооружения с дворцовыми и культовыми постройками, украшенными росписями и резными панами. В Бунджукате, в частности, была обнаружена роспись с изображением волчицы, кормящей двух младенцев, свидетельство контактов Запада и Востока. На холме Мук, где располагалась резиденция местного правителя, до наших дней сохранились лишь ворота с куполом и колоннами по бокам. В годы арабского владычества Истаравшан стал провинцией арабского халифата. В это время появляются исламские архитектурные сооружения портально-купольных конструкций, мечети, медреси, мавзолеи, минореты ДР. Бурное развитие Истаравшана связывают с правлением таджикской династии Самонидов, 9-10 века, 13 веке город был разрушен монголами. Второй период расцвета Истаравшан переживает в XIV веке, когда формируется могущественная империя темуидов. Теперь город называется Уратюби. В XVI веке Мавероннахор, а вместе с ним и Уратюби, теряет свое значение в результате образования нового государства шибонидов со столицей в Бухаре. В XVIII веке Уратюби вновь получает развитие. Именно в это время были укреплены цитадели стены крепости, реставрированы старые и возведены новые сооружения, способные выдержать атаки многочисленных кочевых племен, атакующих город. В 1866 году крепость взята русскими войсками. В 1886 году Уратюби вошел в состав России. До наших дней в Истаравшане сохранился ряд интересных исторических и архитектурных памятников, свидетельств яркого исторического прошлого города. В 1954 году при археологических раскопках на окраине города найдена крупная удлиненно-треугольная по очертанию пластина из черного сланца. Пластина относится к мустьежскому времени древнекаменного века и имеет возраст около 100 тысяч лет. В 1945-1947 годах Уратюби был центром Уратюбинской области Таджикской ССР. Здравствуйте! Подписывайся! Субтитры создавал DimaTorzok